Иногда, когда слышишь такой прогноз погоды, очень хочется задуматься, а где же сейчас тепло. И не только задуматься, а отправиться, собственно, туда, где сейчас тепло. И сегодня в 12 часов дня в Тальнию стартует международная туристическая выставка Ярмерка Таурест. Крупнейшая и старейшая в странах Балтии туристическая выставка, которая проводится уже в 25-й раз. Будет открыта в эстонском выставочном центре на протяжении трех дней. А что именно ждет посетителей этой выставки, мы сегодня поговорим и обсудим с генсеком Союза туристических фирм Эстонии, Мариан Лугас. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с вопроса достаточно простого. Каковы главные задачи устроителей этой выставки и в каких целях она проводится? Эта выставка уже проводится 25 лет. Как вы говорили, что значит, что для сферы туризма это важное мероприятие, но в том же смысле тоже, чтобы люди уже в это время стали думать о том, как проводить свой отдых летом. Но тоже цель о том, чтобы в общем побольше думать и говорить тоже обычно о туризме, какое ее влияние для экономики, какие там разные связи. Что в общем это цель побольше, чем только эта выставка или ярмарка. Рекордное количество участников. 25-я выставка. Какова география, какие фирмы и предприятия будут представлены? В общем у нас в этом году более 500, 520-30 участников. Это довольно много из 22 разных стран. Как так говорит о тех, которые здесь у нас в первый раз, так в этом году вот такие интересные страны, как Киргизия и как Танзания. Могут ли посетители выставки быть уверены в том, что именно на ярмарке Тауриас, на выставке они могут найти лучшее предложение по цене и качеству? Ну конечно это не последнее место, где найти хорошее предложение, потому что они и продолжают подальше. Но конечно все участники подготовили там разные пакеты, специальные цены, чтобы предлагать вот там на этой выставке. И это каждый год уже такая традиция, что вот на ярмарке возможно найти очень-очень хорошие предложения. Но что, как мы и предлагаем людей, что там участвуют тоже там наше Министерство иностранных дел, тоже там представители защиты прав потребителей. Какова функция Министерства иностранных дел на этой выставке? Консулярные там вопросы. Что в общем возможно задать вопросы и получить ответы там очень разными. Для разных вопросов там тоже там касается путешествия. Мы постоянно получаем новости о том, что количество туристов, приезжающих в Эстонию, сокращается. Последнее сообщение было касательно не только российского туриста, но и иностранного туриста. Но у вас рекордное количество участников сейчас на этой выставке. Значит ли это, что местные жители, то есть эстонцы активнее начинают выезжать за рубеж? Ну так и так. Потому что люди в Эстонии всегда очень хотели путешествовать. Где-то, надеемся, и, наверное, продолжатся. Но дело тоже в том, что там у нас два разных зала. Одна зала там для Эстонии. Там участники из всех регионов Эстонии. Там разные спа. Они предлагают свои услуги. Люди в Эстонии тоже очень-очень много и побольше путешествуют в Эстонии. Это такой зал внутреннего туризма? Да, скажем так. На какое количество посетителей, не участников, а посетителей вы в этом году рассчитываете? Ну, надеемся, что так, как и в прошлом году, там около 30 тысяч. И вот это количество показывает, что, в общем, тема туризма, это интересно для людей. Не так давно у нас появился новый авиаперевозчик, компания Nordic Aviation Group. Туристические фирмы уже освоились с этой авиакомпанией? Или все-таки есть вот этот момент незанятости рынка и приходится искать какого-то нового партнера? Ну, я очень рада, что эта новая авиакомпания довольно быстро начинала свои действия. И доверие в их есть. Но если мы говорим о членах нашего союза, тогда все говорят, что они рады, что эта новая компания так быстро собиралась и так быстро продолжала вот эту работу. И это видно, что они успешны, потому что у них будут новые рейсы теперь и весной, и летом. Если говорить об уровне доверия, то Nordic Aviation и Estonia NR, кому уровень доверия был больше? Ну, пока трудно сказать, потому что, конечно, имя эстонской компании, это было тоже там другое. Но надеемся и думаем, что новая компания очень хорошо действует. Генеральный секретарь Союза туристической фирмы Эстонии Мариан Лугас была у нас сегодня в гостях. Напомню, в течение трех дней будет проходить ярмарка-выставка Тауреста. Сейчас прервемся для культурных сообщений в Эстонии.